Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую в Государственном Дарвиновском музее. Наступили новогодние праздники, и все вы помните, как мы искали подарки для наших близких. Хотела вам напомнить, что лучшим подарком является книга. И те книги, о которых я вам сегодня расскажу, не оставят равнодушными ни ребенка, ни взрослого человека. Итак, редкие детские книги 19-20 веков с живыми картинками. Сегодня я вам покажу первые детские издания, сделанные, как бы мы сейчас сказали, в формате 3D. История их началась в канун Рождества в 1878 году. Немецкий художник Лоттер Мегендорфер придумывал подарок для своего сына Адольфа. Он решил создать необыкновенную книжку с движущимися картинками. Фон и кулисы оставались статичными, а главными героями и некоторыми фигурами можно было играть, перемещая их при помощи картонной полоски, картонного язычка. Вот так. Или, например, вот так. Посмотрите, как ловко двигается черепаха, гораздо быстрее, чем в жизни. Конечно, картинки оживали просто на глазах, и детям 19 века было всегда весело. Именно так переводится название этой книги с немецкого языка на русский – «Всегда весело». Для того, чтобы раскрыть книгу Лоттера Мегендорфера «Городской парк», нам придется вспомнить детство и немного поползать по полу. Дело в том, что эта книга в разложенном состоянии около трех метров, и разглядывать такую книгу детям, конечно, было удобнее на полу. Раскладывается она очень сложно, вот таким вот образом. Порой мне кажется, что за то время, пока ребенок доходил до последней страницы этой книги, он успевал изрядно подрасти. Кстати говоря, из-за сложности механизмов Лоттер Мегендорфер был вынужден писать инструкции по применению к некоторым своим книгам. Но в частности, к этой книге есть руководство к тому, как ее разобрать и, главное, как ее собрать. Вот она. Великий фантазер детской книги XIX века Лоттер Мегендорфер мог сам придумывать истории для своих будущих изданий. Они были очень популярны в Европе и в Америке, и общий тираж изданий его составлял около 30 тысяч экземпляров. По тем временам это была довольно внушительная цифра. И не забывайте, что такую книгу с движущимися картинками можно было собрать только вручную. Механизмы Лоттера Мегендорфера, его идеи, его книги до сих пор являются высокими образцами книжного искусства. Перед вами сказка «Золушка». И сейчас прямо на ваших глазах я превращу эту книгу в занятную карусель. Давайте-ка посмотрим, как я это сделаю. Так, очень аккуратно. Застёгиваем. Это книги-карусели. Они появились в 40-х годах XX века. Большой вклад в развитие этого направления сделали итальянцы, прежде всего сценограф Марио Зампини. Почему же эти книги называются каруселями? Состоят они, как правило, из пяти-шести сцен, которые при раскрытии соединялись в форме круга. А две обложки, соединённые вместе, фиксировались вот такой застёжкой или яркой ленточкой. Марио Зампини, создавая эту книгу, выступал прежде всего как архитектор книги, как инженер книги. Но если вы посмотрите вглубь одной из сцены, то заметите задний план, передний план, сцена сама декорирована. Но чем не театр? Книги Марио Зампини очень театральны. Самое, что интересное, книги-карусели не потеряли своей популярности через 10 лет. Так, например, вот эти книги «Красная шапочка» и «Серый волк». «Три поросёнка». И «Кот в сапогах» появились в 50-х годах XX века. Конечно, стиль они имеют уже немного другой. Они меньше по формату, и новые художники работали уже над созданием сказочных сцен. Уже видно, что манера рисования изменяется, и манера изображения главных героев тоже меняется. Ну, например, в сказке «Три поросёнка» волк и поросята уже одеты по моде более близкой к нам. Перед вами книга чешского художника Войцека Хубашты. «Цирк» Войцек Хубашта стал иллюстрировать книги в 1940-х годах. Будучи по образованию архитектором, он увлёкся созданием детских книг. И это увлечение стало основным в его жизни. Давайте посмотрим, как раскладывается его книга. Вы видите, что фигуры, главные герои этой книги поднимаются, они как бы всплывают. Дело в том, что Войцек Хубашта большинство своих книг делал в технике всплывающих окон. Это была большая по формату книга с одной трёхмерной картиной, содержащей подвижные части, которые всплывали либо поднимались, когда книга открывалась. Книга «Цирк» является одной из лучших книг Войцека Хубашты, сделанной в этой технике. Ну что ж, дорогие друзья, говоря о необычных детских изданиях, вы наверняка заметили, мы обращались больше к сказкам, главными героями которых являются животные. Конечно, это не случайно. В феврале 2018 года мы приглашаем вас на выставку «Животные в сказках», где вы уже сможете увидеть своих старых знакомых, те книги, которые я вам уже представила, а также другие шедевры книжного искусства. Раритетные детские книги с движущимися картинками и объёмными изображениями, предоставленные коллекционером Ириной Стешкой. Всего вам доброго, следите за нашими новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова